Дорогой малыш, я хочу прочитать тебе книжку, которую я написала сама для своего сына Миши и для всех малышей. Мы с моим сыном прочитали очень много книжек, мы с ним очень любим читать, и в один прекрасный вечер мы поняли, что все книжки закончились, и нам пришлось что-то с этим делать. И я написала книжку, которая называется «Стишата для малыша». Сейчас я тебе почитаю стихи из этой книжки. Первое стихотворение про дачу. «Зачем?» – я спросил, – поливают цветы у нашей соседки по даче. «А как же добиться такой красоты и быстрого роста иначе? Чем чаще ты свой поливаешь цветок, тем тянется к солнцу быстрее росток. Я тоже природе хочу помогать, пусть будет красиво на даче. Я буду цветы и кусты поливать, себя садоводом назначу. Из пруда наполнил лейку и уселся на скамейку, натянул для сада боты, оглядел весь фронт работы, цель ясна, уже полдела, и работа закипела. Лук, порей, чеснок, горох и еще чертополох. Поливать ведь надо вроде все, что есть на огороде. Я нарциссы поливал, чуть пион не растоптал. Розы, астры и фиалки, лютики – их тоже жалко. Куст сирени и шиповник, вишни, яблоки, терновник, и морковку, и картошку, и садовую дорожку. Сад полил я аккуратно от забора до дверей, а потом полил я брата. Пусть пацан растет скорее. Следующее стихотворение называется «Сладкий стол». Я тихо в комнату вошел, и что же я услышал? Сегодня будет сладкий стол в честь дня рождения Миши. Что такое сладкий стол? Я вокруг стола прошел, а потом решил чуть-чуть ножку у него лизнуть и попробовать немножко откусить кусочек ножки. Ножка очень гадкая и совсем не сладкая. Не успела мама видно «Сладкий стол» покрыть повидлом. Следующее стихотворение про маму. Ты любишь свою маму? Этот стихотворение тогда ты можешь выучить его наизусть. С мамой мы читаем книжки, с мамой ходим мы гулять. Мамочку, как все мальчишки, я стараюсь защищать. Путешествуем мы с мамой, ходим в гости и в музей, и везде встречаем самых лучших маминых друзей. С мамой очень интересно. Мама знает обо всем, и на сто вопросов честно ей ответить нипочем. Нет красивей моей мамы, нет умнее и добрей. Все на свете любят маму, я горжусь, конечно, ей. И скажу вам по секрету, когда вырасту большим, то куплю в подарок маме весь цветочный магазин. Вот такое стихотворение. А следующее стихотворение будет посвящено рыбалке. Пойду на озеро с утра, где каменные глыбы. Все подготовлю со вчера, и наловлю я рыбы. Закину лудочку, сижу и жду себе улова. Из леса к озеру гляжу, подходит дядя Вова. Он располагается рядом со мной и тянет рыбершек одну за одной. Посидел часок, наловил садок, а у меня пока ни одного окушка. Тихонько с удилом на камне сижу, в полглаза за дядей и за Вовой слежу. Он выдернул рыбку, снял ловко с крючка и вдруг на крючок нацепил червячка. Я думал, что рыбка глотает крючок, а нужен был рыбке еще червячок. Пиявок, гусениц, мышей, жуков, навозных и червей я вовсе не боюсь. И в этом признаюсь. Мне просто рыбок жалко. Я разлюбил рыбалку. Я разлюбил рыбку.